Расчеты константов и выходов продуктов реакции. Расчеты константов равновесия и выходов продуктов реакции. Итак, пометьте себе, как раз, что конечная стадия любой химической реакции. Конечная стадия любой химической реакции – это состояние равновесия. Поэтому равновесное содержание Участников реакции можно рассчитать константов равновесия. Зная равновесные содержания участников реакции, можно рассчитать константу равновесия. И наоборот. Зная константу равновесия, можно рассчитать выход продуктов реакции. Итак, множество примеров расчета равновесия. Пример первый. Реакции, протекающие без изменения числа. Реакции, протекающие без изменения числа. И так записываем условия задачи. При 444 градусах цельсия смешали 1,5 моля водорода и моль хлора. После установления равновесия при данной температуре содержание хлора водорода было равным 1,8 моля. После установления равновесия при данной температуре содержание хлора водорода было равным 1,8 моля. Просчитайте константу равновесия КП данной температуре. Реакция приведена. Вот мы получили задачку на равновесие. Каждый из нас в обязательном порядке получит ее на контрольной, на летучке или на зачете. Здесь есть несколько нюансов, которые вы должны отследить. Первое. Уравнение реакции должно быть записано не вами. И коэффициенты стихиометрические должны быть расставлены тоже не вами. Значит, посмотрите, у меня записано на 2 моля продукта. Как вы думаете, если бы я его записала на 1 моль продукта? Я бы говорила о том же самом равновесии или о другом? Давайте мы запишем, пока давайте задачку оставим, да, в покое. Давайте запишем константу равновесия при этой реакции. Значит, теорию мы с вами все прошли. В прошлом занятии в числителе стоят равновесные порции равновесия продуктов в степенях их психиометрических процентов. Вот я записала. Продукт 1 в соответствующей степени. В знаменателе стоит произведение парциальных давлений, равновесных парциальных давлений исходных веществ в степенях их психиометрических процентов. Вот константа, о которой вы говорили в данный момент. Если я теперь вот это же уравнение запишу на 1 моль продукта. Давайте запишем. Вот я записала то же самое на мой продукт. И сейчас запишу константу равновесия. Пусть это будет КП, допустим, первое равновесие и второе. КП-1, КП-2. То есть парциальное давление H в первой числителе, а в знаменателе произведение парциального равновесного подорожа в 1-2 и парциального равновесного хлора тоже в 1-2. Вот сравните константы. Это одна и та же константа или разная? Одна и та же константы. А просто разные? Разные. 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 Как они могут быть одинаковыми, если КП-2 будет равна КП-2 в квадрат? Это разные равновесия. Реакция одна, равновесия разная. Вот это вы должны четко себе понимать. Что если вам дали величину константа равновесия, вы не можете расставлять коэффициенты. Потому что вы не знаете, насколько умолен продукта должны быть эти коэффициенты. Константа при данной температуре, цифра, вот она в каком виде, для какого равнения, вот для такого или для такого. Реакция одна, равновесия разная. Это первое, что вы должны обратить. Второе, что вы должны отразить, обязательно должна быть дана температура. Потому что говорить о величине константа равновесия бессмысленно. Если мы не знаем, что температура постоянно. Температуру поменяли, и величина константа равновесия тут же поменялась. Ну и третий момент, который вы должны отразить, я тоже о нем уже говорила, задачки на расчет КС очень простые. Задачки на расчет КП. Математически очень трудоемкие. Поэтому, если можно не считать КП, например, а обойтись КС, то нужно это делать. И сделать это можно в единственном случае. И так, давайте мы с вами запишем, что КП равно КС, в степени умноженной на рт в степени дельтеню. Это я вам напоминаю. Поскольку дельтеню равно нулю, и рт в нулевой степени дадут единицу. Получается, что для нас, с вами, конкретного случая КП равно КС. Ну а теперь я вас попрошу еще раз перелесать вот это уравнение, и под ним никогда две строчки не заниматься. То есть, если вы решаете задачку на равновесие, две строчки по базовому уравнению должны быть свободны. Значит, в первой строке мы решили, что было исходно до того, как пошло взрываться. Итак, нам в условии задачи с вами сказано, да? Что водорода смешали полтора моля, а хлора смешали один ноль. Значит, вот иногда реакции протекают таким образом, что берут все вещества, допустим, водород, хлор, хлор, водород, вот все, он смешанно греет, и реакция подоходила. Ну, если вы направлены в водород. Но тогда вам обязательно скажут, что хлора водорода было вот столько-то. То есть, если про это в задачке не говорится, то автоматически единственного варианта не было. То есть это мы должны уже сами. Раз про продукт вам ничего не сказали, в отдельных случаях вам будут говорить, что продукт их было вот поскольку это моли. Но если ничего не сказали, значит их нет. И вторая строчка, это наша с вами главная строчка, это строка равновесия. Итак, сколько молей каждого вещества было в равновесии. Значит, нам сказано с вами про хлороводород, его 1,8 моля в равновесии. Значит, я все в молях расписываю. Иногда мы с вами будем расписывать, если будут давать концентрацию, мы в основном в молях расписываем, по ситуации, по условным задачам. Значит, смотрите, мы работаем в системе слева направо. То есть про продукты мы как рассуждали? Вот их не было нисколько, а в равновесии их стало вот столько. Про исходные вещества, про реагенты, мы рассуждаем более сложно. Их сколько-то было. Ну вот, например, водородов, ну вот так. Часть ушла на химическое взаимодействие, израсходовалась. Так вот остаток, это и есть равновесие для исхода. Вот сколько реакции закончилось, конец, это равновесие. Значит, сколько осталось, это равновесие. Поэтому каждый раз происходные вы должны себе задавать дополнительный вопрос. А сколько его израсходовалось в ходе реакции? Вот я спрашиваю. Значит, водорода было 1,5, а сколько водорода израсходовалось? 60. Много вариантов. Есть правильные. Давайте сначала начнем. Сколько водорода израсходовалось? 10. 10. 10. 10. 10. Значит, ребята, вот вы химики будущей, да? Вот по этой строке сразу можно сказать, химик или не химик человек. Почему? Вот у нас был преподаватель, который, ну, сейчас он уже не работает, исключительно определял, ага, равновесие не можешь расписать, свободен. Это, конечно, неправильно. Но в принципе, в принципе, на самом деле это очень важно. Почему? Потому что вот это химическая реакция. Действие определяется с стихиометрией реакции. Какова стихиометрия реакции? Вы ее должны увидеть. В стихиометрии такова, что когда расходуется 1 моль водорода, для этого нужно, для этого расходуется 1 моль хлора, и при этом получается 2 моля хлора водорода. Вот это стихиометрия. А сколько было? Это не имеет никакого значения. Хоть там, ну, миллион там более. Не важно. То есть, как мы с вами рассуждаем? Если в состоянии равновесия образовалось 1,8 моля, то израсходовалось водорода в два раза меньше. Потому что из одного получается два. Следовательно, водорода было полтора. Из них 0,9 израсходовалось на реакцию. Пишите всегда скобочки для исходов. Это удобно. Писать разность. Было, израсходовалось. И тогда сразу понятно, что у нас в равновесии. Итак, в равновесии у нас 0,6 моль водорода. Теперь рассуждаем мы с вами про хлор. Значит, хлора был 1,0. И сколько хлора израсходовалось на реакцию? Так же. Столько же. 0,9. То есть, 1,0 был. Из них 0,9 израсходовалось. Следовательно, в равновесии 0,1. Итак, что я имею? В равновесии водорода 0,6, хлора 0,1 и продукта 1,8. Мы с вами записали, что КП равно КЦ. Значит, что такое КЦ? Давайте для этой реакции лучше. Это концентрация H2, деленная на концентрацию водорода в первой и концентрацию хлора во второй. У меня нет концентрации. Мне дали число 0. Я вспоминаю, что такое концентрация. Концентрация – это число 0 данного вещества, отнесенное к общему объему. Поэтому я сейчас запишу, что это число 0 H2, деленное на объем в квадрате. Это у меня числитель. Через уже число 0 и объем. Дальше у меня идет число 0 водорода в первый объем пошел в числитель. И число 0 хлора объем пошел в числитель. Что мы получаем? Что если реакция протекает без изменения числа моли, мало того, что КП равно КЦ, так вовсе не обязательно и концентрация предоставить. Достаточно просто поставить число моли в равновесии. Итак, мы с вами показали, что мы для расчета константа равновесия КП, которая в данном случае у нас равна КЦ, нам достаточно подставить число моли всех участников реакции. Итак, хлор водорода 1,8 квадратий, 0,6 водорода и 0,1 для хлора. Итого константа равновесия равна 54. Настанта безразмерная, надо сказать, что для реакции протекающей без изменения числа моли, она безразмерна еще по одной причине, что у нас просто в степени одинаковых давлений не впечатлили, что занимается. То есть мало того, что каждое давление безразмерное, так еще и они все равно все сопротивляются. Реакции без изменения числа. Вопросы? Все понятно. Следующая задача. В реакторе под общим давлением одна атмосфера смешана. В реакторе под общим давлением одна атмосфера смешана. 1,0 оксида С4С2 и 0,6 моли кислорода. 1,0 С2 и 0,6 моли кислорода. После установления равновесия при 1000 кельвинов. После установления равновесия при 1000 кельвинов. Равновесное содержание оксида С6С3 равно 0,22 моли. Рассчитайте константу равновесия КП для реакции. Рассчитайте константу равновесия КП для реакции. Реакция вам записана. 2,0 С2 плюс кислород. 2,0 С2 плюс 1,0 кислорода. И получается 2,0 С3 всех газов. Температура 1000 кельвинов. Итак, расписываем равновесие. То есть для того, чтобы решить задачи на равновесие, шаг 1 и самый главный. Вот я хочу сказать, что задачки на равновесие всегда проверяются очень легко. Смотрится так строка равновесия. Если в строке равновесия ошибок нет, задачка проверяется дальше. Любая малейшая ошибка в строке равновесия сразу нарубает. То есть у нас сейчас будут выплатки длинные, решения длинные, но если в строке равновесия у вас укралась ошибка, решение абсолютно бессмысленное, его никто проверять не будет. Поэтому много раз себя проверьте на уровне расписывания равновесия, а потом уже переходите к выплату математического. Итак, что нам с вами сказано? Нам с вами сказано, что смешали. Исходно было СО2,1,0 и кислорода 0,6. Раз про продукт ничего не сказано, значит его нет. Теперь в равновесии нам с вами сказано про СО3. Не сказано, что в равновесии 0,2,0. Мы с вами равновесие расписываем в молехах. Все в молехах. Итак, СО2 был 1,0. Часть израсходовалась на взаимодействие. Сколько у нас израсходовалось про реагирование? Столько же, сколько получилось СО3. Согласны? Почему? Потому что вот здесь 2 моля получается, когда расходуется 2 моля. То есть сколько получается, столько же и расходится. Минус 0,11. Итого получается 0,81. Ой, извините, пожалуйста. 0,22. Соответственно, получается 0,78. Верно? Столько же. 0,22. Теперь рассуждаем про кислорода. Кислорода было 0,6. Часть ушла на взаимодействие. Сколько? 0,11. Потому что из одного получается 2. То есть если здесь 0,22 получилось, значит его израсходовалось в 2 раза меньше. Итого получается 0,49. Вот это строка, которая все определила. Вот это нужно несколько раз себя проверить. Потому что дальше все будет определяться этой строкой. Теперь нам с вами нужно рассчитать констант равновесия. Констант равновесия этой реакции равна парциальное давление продуктов в степенях их стихиометрических коэффициентов. Продукт 1СО3 в квадрате. Исходных 2 СО2 будет в квадрате. А давление кислорода будет в первой степени. Вот это констант равновесия. Констант равновесия входит в парциальное давление участников реакции в состоянии равновесия. Вот они у нас. Вопрос. Что такое парциальное давление и как это пощается? Значит, давайте определимся с парциальным давлением. Все ли помнят, что это такое? Ну, пример, мы помним. Давайте на всякий случай запишем. Итак, в газовой смеси каждый газ оказывает свое собственное давление. Причем такое, как если бы он один занимал весь объем. Такое, как если бы он один занимал весь объем. Такое, как если бы он один занимал весь объем. Вы знаете закон Дальтона, который говорит нам о том, что общее давление смеси это есть сумма парциального давления всех участников. Итак, чтобы не рассчитать общее давление, я должна просуммировать парциальное давление всех участников реакции. И так мы с вами будем новую концентрацию. Обозначаем ее буквой Х и называется мольная доля. Значит, что такое мольная доля? Полная аналогия с массовой. Что только разница, что массовая доля в процентах от 100, а мольная доля в долях от единицы. Только там с массами работаем, а здесь с числами молей. То есть это число молей данного участника в сумме чисел молей всех. А вот теперь смотрите, какая получается длинная цепочка. Мне нужно посчитать на станку равновесия. Для этого я должна знать равновесные парциальные давления. Чтобы посчитать равновесные парциальные давления каждого, я должна знать мольную долю этого компонента в равновесии. Чтобы мне посчитать мольную долю этого компонента в равновесии, я должна знать сумму всех чисел молей всех участников реакции в равновесии. Вот вы видите, какая-то длинная цепочка. То есть с чем мы начинаем? Сначала сумма молитых, потом мольная доля, потом парциальные давления, и потом константа равновесия. Сумма молитых очень удобно считать в той строчке, где вы, чтобы не сбиться и чего-нибудь другого не посчитать. Это очень удобно делать. Итак, мы считаем сумму анытых в равновесии. 0,78 в равновесии СО2 плюс 0,49 в равновесии кислорода и плюс 0,22 СО3. Итого получается 1,49 моль. Теперь я считаю мольные доли. Итак, мольная доля СО2 будет равна. Здесь ничего придумать не надо. Вот его в равновесии. Вот сумма всех равновесий. То есть 0,78 данного компонента на 1,49 моль – это сумма всех. Итого получается 0,52 СО2. Считаем мольную долю кислорода. Кислорода в равновесии 0,49. Сумма всех в равновесии 1,49. Итого мольная доля кислорода 0,33 СО2. Теперь считаем мольную долю продукта КСО3. У него в равновесии 0,22 моль. Сумма всех в равновесии 1,49 моль. Итого получается величина равна ядра 0,15. 0,15. Итак, мольные доли готовы. Мы готовы считать парциальные давления. Значит, нам сказано, что общее давление нам его должны передать. Я его не записала. Значит, давайте напишем общее давление 1 атмосфера. Итак, считаем парциальные давления всех равновесий. Первый у нас участник СО2. Общее давление 1 атмосфера. Мольная доля 0,52. Итого получается 0,52 атмосферы. Считаем парциальные давления кислорода. Общее давление 1 атмосфера. Мольная доля 0,33. Итого 0,33 атмосферы. Считаем парциальные давления СО3. Общее давление 1 атмосфера. Мольная доля 0,15. Итого 0,15 атмосфер. После того, как все давления посчитаны, мы поставляем эти давления в константы равновесия. Итак, продукт СО3. Его давление 0,15. Значит, 0,15 во второй. Исходное СО2. Его давление 0,52. Тоже степень вторая. И кислород. Его давление 0,33 в первой степени. Итого, когда мы с вами произведем все расчеты, мы получим, что константа равновесия этой реакции равна 0,25. Величина безразмерная. Мы с вами очень честно подставляли атмосферу так, как мы с вами должны быть подставлены. Я готова ответить на ваши вопросы. Если что-то непонятно, спросите. Еще раз хочу подчеркнуть. Обратите внимание. Вот, допустим, мы с вами ошиблись расчеты равновесия в содержании кислорода. Вот в этой строчке мы буквально в любой цифре вы ошиблись. Это что получается? Солометок неправильно. Соответственно, нольные доли неправильно. Ну, дальше все неправильно. Почему мы так за ним запечатали? Потому что они не равны. КП не равно КЦ, да? Если бы вас попросили, допустим, посчитать КЦ, вы бы посчитали КЦ. Но в этой задаче вам четко говорят – рассчитайте КП. КЦ равно. Здесь? Нет. Здесь равно не равно. Значит, смотрите. КП равно КЦ умножить на РТ в степени дельта ню. Поскольку у меня, считая дельта ню, в продуктах в сумме 2 моля. Давайте я дельта ню отдельно, потому что все еще ошибаются. Вот я в летучке тогда проверяла, то есть скоро ошибаемся, считая дельта ню. В продуктах 2 моля, а исходных 3. Минус 1. То есть здесь получается РТ в минус термостей. То есть КЦ, деленное на РТ. Они не равны. Здесь не можно. Они равны, где и в единственном случае, когда реакция протекает без изменения числа моли. Но таких реакций реально не имеет. Они есть, их мало. Они, конечно, попадаются нам периодически. Но это же частые случаи реакций протекающих весов. Они, как правило, всегда протекаются изменения числа моли. Чаще. Еще вопросы? А если там твердое число? Ага. Хороший вопрос. Это у нас отдельный параграф будет, ладно? Нет, вы абсолютно правы. Это совершенно другой, более сложный случай. Но мы отдельный параграф не сегодня, наверное, в четверг на эту тему. Сегодня, наверное, мы до этого не дойдем. Если в реакции твердой газы, то естественно, что давление твердой газы в константу равновесие не входит. То есть мы равновесие расписываем, но в константу не входит. Но доживем. Там теоретически все это обоснули. Еще вопросы? Тогда третья задачка на обратную тему. То есть мы с вами знали, сколько равновесие, считали константу, а теперь на пароль. Знали по П, давайте рассчитаем равновесие. Итак, константа равновесия реакций. Константа равновесия реакций – разложение фазгена. Итак, реакция. Фазген – это газ с его окружного. Он разлагается на угарный газ и хлор, все газы. Итак, константа равновесия реакций КП при температуре 550 градусов Цельсия равна 1,445 при общем давлении 1 атмосфер. Итак, константа равновесия реакций, реакция записала. При температуре 550 Цельсия и общее давление 1 атмосфера – известно. Рассчитайте степень диссоциации фазгена. Рассчитайте степень диссоциации фазгена. Вот я обращаю ваше внимание на такой факт. Вот диссоциация – это распадка. То есть, если речь идет о распаде, о диссоциации, то мы с вами для расписывания равновесия всегда пользуемся альфа. Если реакция, синтеза, обмена и так далее, никогда не пользуйтесь альфой. Потому что альфа – это еще идет от аренууса, это еще 19 лет, слава Богу. Это всегда степень диссоциации, степень распада. То есть, в других случаях мы с вами будем пользу буквы х. Ну, обозначаем что-то за х. Вот если в равновесии ничего не дали, а расписать все равно нужно, значит х. Но если это распад, то только тогда альфа. Итак, для того, чтобы расписать равновесие, я должна дать определение степень диссоциации. Итак, вспоминаем, что такое степень диссоциации. Степень диссоциации – это всегда доля, доля от единицы, да? И это отношение чего к человеку. Вот, смотрите, это сколько продиссоциировало, а к кому речь идет? Кто диссоциировал? Фазген, да? А вот к чему? Вот мне слово «общее» знаете, почему не нравится? Кто какой смысл вкладывает в «общее»? Я вот знаете, какой смысл вкладываю в «общее»? Вот у меня равновесие, общее число частиц равновесия. Сумма – это «общее». А здесь о чем речь идет? Исходный, исходный. Вот это хороший смысл. Итак, давайте за исходное число частиц фазгена обозначим и нулевое. Итак, пусть Н нулевое всегда будем так обозначить. Сколько его было? Нам вряд ли, когда задача всегда Н нулевое. Итак, пусть фазгена исходна. Было Н нулевое. Продпродукты не сказали. Теперь мне нужно расписать равновесие. Через это. Для этого я из формулы определения степени дистанции считаю, а сколько же фазгена продиссоциировало, прореагировало на реакцию вызывательства протезы. Вот я посчитала, сколько фазгена распалось, израсходовалось на реакцию, на всю синонию. Теперь я задаю вам вопрос. Сколько образовалось угарного газа? Согласна. Всем понятно? То есть, угарного образуется столько, сколько расходуется фазгена. Раз мы выяснили, что фазгена израсходовался АФН нулевое, значит, угарного получилось тоже АФН нулевое. Ему проход абсолютно полный дух. Правильно? Теперь давайте рассуждать с самим фазгеном. Его было? Н нулевое. Н нулевое было. До того как началась реакция. И израсходовалось его? Сколько? Альфа, Н нулевое израсходовалось. Что непонятно? Все понятно, да? Иногда очень удобно вынести нулевое. По ситуации. Когда обношения будем, у нас там везде умольная доляка, нулевое всегда сокращается. Это удобно. А для расчета суммы и нынков я буду брать скобочку. То есть, то так, то так. По ситуации. Ну, а дальше что? Дальше вы все знаете уже без меня. Можете вперед решать. То есть, процедура та же, да? Я записываю константу равновесия. Она будет равна. Равновесные парциальные угарного. Умножить на равновесные парциальные хрора. Разделить на равновесные парциальные давления фосфера. Каждое давление я буду указать. Каждое из них я буду указать по формуле. Общее на мольную долю. Чтобы мне дойти мольную долю, я должна число 0 в равновесии. Вот она не для каждого. Строка равновесия. Разделить на сумму. Поэтому начинаем с сумму 0 в равновесия. И так. Сейчас мы с вами закончили. Я в звуки не пойму. И так. Вот у меня фазген. n нулевое минус алька н нулевое. Это я без скобочки его записала. Дальше. Плюс алька n нулевое. Плюс алька n нулевое. Получается n нулевое. Я вынесла 1 в равновесии. Согласны? И так. Считаем мольные доли. Считаем мольные доли. Мольная доля фазгена. Его в равновесии. n нулевое 1 минус алька. Сумма чисел моли в равновесии. n нулевое 1 минус алька сокращаем n нулевое. Мольная доля угарного газа. Она же будет равна мольной доли хлора. Это не всегда. Но у нас с вами поскольку их равновесие поровну, то это так. Значит альфа н нулевое. Сумма чисел моли n нулевое 1 плюс алька я сокращаю n нулевое. Теперь расписываем парциальные равновесные давления. Для фазгена парциальные равновесные давления будут равно. Мольная доля. Значит общее давление. Я пока не буду цифры подставлять в конце. Общее давление умножить на мольную долю. 1 минус альфа 1 плюс алька. Парциальное давление угарного будет равно парциальным этаповым хлором. И будет равно общее давление на мольную долю, она может одинаковая. Альфа 1 плюс альфа. Ну а теперь возвращаемся к константе равновесия. Итак константу равновесия я записала. Представляем числитель. Значит парциальные давления угарного и хлора. Значит альфа на 1 плюс альфа и на п общее. Вот это хлор. Проверьте. Раз для угарного то же самое. Я просто чтобы долго не писать возглава квадрат. И так у меня числитель готов. Теперь мне в знаменатель нужно подставить фазген. Ну я в знаменатель его и начну писать. 1 минус альфа п общее. 1 плюс альфа. Проверьте. Мы можем сократить п общее. Мы можем сократить 1 плюс альфа. Итого константа равновесия у меня будет равна. Альфа квадрат в общее. А в знаменателе смотрите. 1 плюс альфа умноженное на 1 минус альфа. 1 минус альфа. Это разница. Решаемое по уравнению относительно альфа. Нам нужны цели. Итак, КП умножить на 1 минус альфа в квадрате. Будет равно альфа в квадрате п общее. Значит, КП минус альфа квадрат КП равно альфа квадрат п общее. Отсюда КП будет равно альфа в квадрате. Я вынесу КП плюс п общее. Ну и отсюда соответственно альфа это корень квадратный. Из КП деленное на КП плюс п общее. Подставляем цифры. Значит, КП 1,445. Снова 1,445. Плюс общее давление на атмосферу. Итого получается, что альфа равно 0,77. Итого ответ альфа равно 77. Готовы ответить? Значит, я вот выясняю, что вам хочу сказать, да? Вот у меня вот такая формула получилась. Это не значит, что теперь при дистанции мы всегда ее можете пользоваться. Нельзя. Потому, что у каждой реакции своей стихиометрией соответственно с реакцией. Вот такая формула годится в единственном случае. Когда из одного ноля получается 2. Когда будет такая формула. А во всех остальных. То есть для каждой реакции формула своя. И это нужно все прописывать. Вопросы есть по задачам. Вопросы только отдыхать. И только в последнюю досочку. Я хочу писать нельзя. И вам право. Сейчас чуть-чуть проветем и закрывайте. Парага 5. Пятый зависит от константы равновесия от температуры. Константы равновесия зависит только от температуры. Влияние температуры на константы равновесия следует из уравнения из-за температуры. Влияние температуры на константы равновесия следует из уравнения из-за температуры. Итак, давайте запишем частые микроуравнения из-за температуры для состояния равновесия. Среди же с ложиком равновесия с рт лабористом Попроби. Это частный вид уравновесии из-за температуры для состояния равновесия. А теперь вспомните, как мы считаем изменения функций Х через антальпиум и изменения тропин в поле опции. Отсюда мы имеем минус РТ логарифм КП равно ДТА с ноликом, минус Т на ДТС с ноликом. Отсюда я выражаю логарифм константы равновесия, то есть делю на минус РТ. У меня получается ДТА с ноликом на РТ минус плюс, минус на минус дает плюс, температура сокращается и получается ДТС с ноликом на Р. ДТА с ноликом на РТ. Значит, я перепишу это уравнение вот в таком виде. ДТА с ноликом на РТ равно минус ДТА на Р я вынесу, чтобы у меня осталось 1 на Р. И плюс ДТС с ноликом на Р. Давайте мы с вами договоримся. В первом приближении будем считать, что ДТА не зависит от температуры и ДТА С не зависит от температуры. Такое приближение для узкого интервала температуры вполне приемлемо. Итак, такое приближение работает для узкого интервала температуры. Тогда последнее уравнение я могу записать в виде ДТА РТ равно минус ДТА на Р 1 на Р плюс константы. Сейчас мы договорились, что ДТС не зависит, да? Смотрите, если теперь логарифм КП у меня будет У, 1 на Т у меня будет Х, то я получила уравнение чего? У меня получилось уравнение вида Y равно AX плюс B, верно? Это уравнение чего? Прямое. И так координаты, вот рифм КП, обравняйте температуру. Я же, если всё нормально, я всё продолжаю. Меня интересует, как построить? Мы выяснили, что это прямая. Как её построить? Ну, я согласна. Нет, у меня только наклонный. А наклонный коэффициент? А для этого есть? Убывающее. То есть убывающее или возрастающее, ответ на это нам даёт вот это? Да, вот это А. Вот это А. Ну и убывающее, убывающее. Что такое дельтаж? Что такое дельтаж? Мы с вами о чём говорим? О каком процессе? О химической реакции. Что такое дельтаж? Это тепловой эффект химической реакции. Если вы говорите, что наклонный отрицательный, значит, вы считаете, что абсолютно все реакции эндотермические и больше никаких других нет. Это неправильно? Итак, для реакции эндотермической. А для реакции эндотермической? Для реакции эндотермической. Вот это между прочим принципы шатырье. Давайте поправим работать при шатырье. Давайте поправим работать при шатырье. Строго в термодинамике. У нас строго. Вот у шатырье там... Нет, ну там просто так это мудренно. Если там что-то добавить туда, то будет наоборот. Мы очень долго начинали это говорить, да? Но к чему вы говорите, что в принципе шатырье? Если система находится на неравновесенном действии, то она нам противодействует. Итак, давайте убедимся, так ли это. Противодействует ли нам система? Значит, что получается? Есть ли реакция эндотермическая? Что с ростом температуры, что с константой равновесия? Ублечается? Ублечается. Ну, тогда в принципе лишь это Е придется поправить. Я снова повторяю эту вопрос. Есть ли реакция эндотермическая? И мы греем. Что с константой равновесия? Ублечается. 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 Ну нет, это же мы в 9 классе подходили, это уж ни ко мне не видно. Есть реакция энда, и мы греем. В сторону продукта. А продукты в константе равновесия стоят в 4-ти. Значит, КП должна расти. Тут у нас там она тоже растет, потому что это ведь обратная шкала. А температура-то растет вот сюда. То есть с ростом температуры КП растет. Конечно, в принципе, я шкалею свое подтверждение. Ну и, соответственно, с ростом температуры КП падает, если реакция экзо. Итак, запишите, пожалуйста, для эндотермических реакций. Итак, если реакция эндотермическая, то с ростом температуры константа равновесия обязательно будет расти. И если реакция экзо-дельтаж отрицательна, то с ростом температуры константа равновесия обязательно будет падать. Ну и исследование зависимости константа равновесия от температуры дает нам возможность определить тепловой эффект реакции. Какую работу вы будете делать. Уже на третьем курсе. То есть, допустим, выбираем там где-то реакцию, у нас там объявление эфира. И определяем величину константа равновесия при разных температуре. Строим. Скажите, пожалуйста, что нам дает там генсальфа? Итак, там генсальфа. Вот он, это А. Это минус дэта Аж на Р. И отсюда тепловой эффект реакции можно посчитать как минус Р на тангенсальфа. Это возможность определить, одна из возможностей определения теплового эффекта химической реакции. Следующий парадок, парадок шестой. Влияние давления на химическое равновесие. Влияние давления на химическое равновесие. Значит, ребята, я вам хочу напомнить про четверг. Значит, первой парой у вас математика. А второй парой у нас историй математика. Я вам хочу сказать, что 15-й недель, когда Татьяна Петровна уже здесь. И следующие две недели я ей отдаю две пятницы. Так что вы работаете, я прохожу. Я вам потом еще отдельно скажу. То есть на этой неделе у нас четверг и пятницу. Но следующие две недели по пятницам кто-то работает, а кто-то отдыхает. Итак, парадок шестой. Влияние давления на химическое равновесие. Влияние давления на химическое равновесие. Молодой человек в черном пике в полочке. Итак, изменение общего давления системы при постоянной температуре. Это важно. Изменение общего давления системы при постоянной температуре не изменяет величины константа равновесия. Не изменяет величины константа равновесия. Но влияет на положение равновесия для реакции. Но влияет на положение равновесия для реакции протекающих с изменением числа нового. То есть вот основной вывод из того, что мы записали, очень важный. При изменении давления кафе не меняется. А что меняется? Состав. Состав равновесный кафе смеси. Итак, при изменении общего давления кафе постоянно. А вот состав равновесной смеси, конечно, не изменяет. При изменении кафе. То есть, меняя давление, влияем на выход продукта ремки. Меняя давление, влияем на выход продукта реакции. Итак, рассмотрим три случая влияния давления. Случай первый. Реакции протекающие без изменения числа нового. Реакции протекающие без изменения числа нового. Итак, запишем реакцию диссоциации наш йод. Температура постоянно. Все газы. Общее давление одна атмосфера. Ну, в общем, видите, решать нам это не нужно. Температура постоянно. Давление, допустим, известно. Итак, нужно посмотреть, как давление влияет на выход продукта. То есть, на степень диссоциации. Значит, мы с вами действуем с пандартом. Записываем, что исходно, что равновесно. Значит, ничего не дано. Ну, соответственно, аж йод было. Реально любое стало по нулям. Скажите мне, пожалуйста, сколько водорода будет равновесие? Хорошо. Давайте так. Я снова распишу. Я снова. Это очень удобно на самом деле посчитать, сколько продиссоциировало. Вот скажите, пожалуйста, вот столько израсходовалось. Это о ком речи? О каком из компонентов? Аж йод. Аж йод. Вот вы должны понимаете, четко понимать, что альфа – это характеристика только одного. Его. Это он диссоциировал. Это уже никто. Это его степень. То есть, расходуется йодоводорода альфа – это револио. Снова повторяю вопрос. Сколько водорода получается в ходе акции? Альфа – нулевое пополам. Всем понятно? То есть, смотрите, из двух йод получается водорода в два раза меньше. То есть, если у нас продиссоциировало альфа – нулевое, то, соответственно, водорода получилось пополам. То же самое. Не повторяя, то же самое. Йод – здесь газ. Здесь все газ. Альфа – нулевое, альфа – нулевое. Альфа – нулевое израсходовалось, верно. Если я нулевое вынесу, у меня будет один минус альфа. Значит, ну что мы с вами должны? Нам с вами нужно будет вспомнить, что для этой реакции реакция протекает без изменения числа ноли. КП равно КС. И, более того, я в конце могу подставлять не концентрации, а я могу подставлять сразу числа ноли. Как интересно наблюдать. Вот человек даже не понимает, что уже… Вот чем занимается? Я как вот… Понимаете, вот я сейчас объяснила, я ей больше не буду объяснять. А там вы будете решать, 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 бесконечно будет взято решать. Я же говорю, в летучке две задачки на эту тему, в контрольной – одна, не помню, две, может быть, одна, общей контрольной по всем темам, потом зачет, и снова задачи на эту тему. И вот я вам еще раз хочу сказать, что это вот четко эта тема позволяет вас разделить на тех, кто усвоен материал и на тех, кто не усвоен. Уделение однозначное, сомнений никаких. Итак, число моли водорода в первой, число моли йода в первой и число моли hйод в квадрате. Подставляем, получаем. Значит, α в квадрате n в квадрате на 4. Я подставила продукты, проверьте. Это продукты, то есть водорода умноженного на йода. А исходные у меня пойдут в знаменатель. n в квадрате 1 минус α. Это все в квадрате. Сокращаем на нулевое, решаем уравнение относительно α. То есть у меня известно КП. Вот здесь. КП, далее. Мне нужно найти АП. То есть посмотреть, как общие таблиния цели. Неважно, чтобы вы вспомнили дольное квадратное уравнение. Давайте вместе. Итак, КП у нас с вами равно α в квадрате. А здесь я, наверное, должна буду ввести в квадрат, да? Выхода у меня нет. 1 минус 2 α плюс α в квадрате. Вы же уверяете, а то я вас могу обмануть. Значит так, 4 КП на скобочку 1 минус 2 α плюс α в квадрате. И все это равно α в квадрате. Значит умножаем. 4 КП минус 8 КП α плюс 4 КП α в квадрате. Минус α в квадрате. Итого получаем квадратное уравнение относительно α. Значит 4 КП минус 1. Это перед α в квадрате. минус 8 КП α альфа и плюс 4 КП. Итак, в форме квадратного уравнения x1 2 равно 1. Вы понимаете, нам с вами сейчас все время, пожалуйста, не все время, но часто. Что там у нас? Так, в минус В плюс минус. Б квадрата минус 4 АС и 2 вниз. Да? Что мне надо? Все правильно, все время. Итак, подставляем. Б минус В. 8 КП. Так, В квадрат 64 КП квадрат. Минус 4 А и С на 4 КП. Это С. И скобочка 4 КП минус 1. И два на скобочку Четыре кп минус один Проверьте Ну здесь можно умножить Будет шестнадцать кп Но мне как бы вот это сейчас не важно Мне важно что? Цель-то какая была начальник? Параблик назывался Я не давление Вот мне важно Как альфа зависит от общего давления А не как Итак Вот здесь у меня не х А здесь у меня с вами альфа 1,2 Итак альфа не зависит В общем просто не входит В формулу для альфа Итак давайте сделаем вывод Для реакции Протекающих без изменения числа Для реакции Протекающих без изменения числа Сжатие равновесной системы не меняет ее состава Сжатие равновесной системы не меняет ее состава Следующий пример На который мы с вами рассмотрим Реакции протекающие с увеличением числа И так с увеличением числа нуля означает что за это не положится Возьмем диссоциацию ПХУ5 На ПХУ3 И Х2 Значит Известно КП Известно что П постоянно И дано общее давление И с вами должны найти И так нам ничего не сказано Значит исходно Н нулевое Было ПХУ5 Про продукты не сказано Вот здесь в проценте Все поузнички То есть если альфа степень диссоциации ПХУ5 То сколько будет ПХУ3 равновесие Альфа нулевое ПХУ2 тоже Альфа нулевое А ПХУ5 будет Альфа нулевое Альфа нулевое Константа равновесия этой реакции будет равна Парциальное давление ПХУ3 Умножим на парциальное давление ПХУ2 И разделим на парциальное давление ПХУ5 Все в первой степени Потому что стихиометрический коэффициент единый И так путь мы с вами знаем Мы должны посчитать сумму амитров Н нулевое минус Альфа н нулевое Плюс Альфа н нулевое Это плюс Альфа н нулевое После помещения н нулевого Вы получаем 1 плюс Альфа И так угольная доля ПХУ5 будет равна Н нулевое я вынесу 1 н нулевое На сумму Н нулевое 1 плюс Альфа Н нулевое сокращаем. Мольная доля П хлот 3 будет равна мольной доле хлот 2. И после сокращения Н нулевого будет равна альфа на 1 плюс альфа. Теперь считаем парциальное давление в общем виде. Итак, парциальное давление П хлот 5 будет равна. Его мольная доля умноженная на общее давление. Парциальное давление П хлот 3 будет равна парциальному давлению хлот 2. Будет равна его мольная доля умноженная на общее давление. Парциальное давление П хлот 3 будет равна парциальному давлению хлот 2. Итак, пакет будет равно, значит, альфа на 1 минус альфа и на общие тарпины. Это я подставила в б-кортурии. Поскольку для хорта 2 то же самое, я все вызвала в квадрат. Вот это у меня хортили. Теперь, почему минус? Один плюс. Спасибо. Теперь, знаменатель и продукт прохладиации. Значит, сюда будет 1 минус альфа, сюда будет 1 плюс альфа и на общие давления. Значит, сокращаем то, что можно сократить, общие давления. И у нас получается вот такая формула. Альфа в квадрате в квадрате общая 1 минус альфа. У меня к вам вопрос. Вот скажите, пожалуйста, если я увеличиваю общее давление, что будет с константой равновеси? А если подумать? А если подумать? А если еще подумать? Как может измениться константы равновесия, если теперь константы? Это невозможно. Если температура зафиксирована, меняйте давление как хотите. Она бы не была константой, если бы она не менялась. Помните, я вам говорила? Буду задавать провокационные вопросы. Всегда одно право меня получается. Любой вопрос. Чтобы у вас в теме равновесия не спросили, говорите, константы температуры не зависит. Вы всегда будете правы. Не меняется. То есть мы давление увеличиваем, константы неизменны, потому что закреплена температура. Следовательно, как константы может остаться неизменной при изменении общей давления? Естественно, меняется альфа. Итак, смотрим, как меняется альфа. Решаем уравнение относительно альфа. Итак, у нас с вами получается КП будет равно альфа в квадрате КП плюс альфа в квадрате П общего. Итого альфа будет равно КП деленное на КП плюс общего. Еще раз подчеркиваю, это уравнение не является на все случаи жизнеответом. Это определяется стихиами. Ну вот теперь мы видим, да? Чем больше общее давление, тем альфа меньше вывод. Для реакций протекающих с увеличением числа моли. Для реакций протекающих с увеличением числа моли. Увеличение общего давления приводит к смещению равновесия в сторону альфа падает в сторону. исходных веществ. Увеличение упало в сторону исходных веществ. Реакции протекающие с увеличением числа моли мы с вами рассмотрим в четверг второй станции. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова